Привет, дорогой друг! Ты на канале G-Centers, меня зовут Малимонов Денис, и сегодня мы поговорим о нейронных сетях, в частности о Baby Gun. И нет, Gun это не про оружие, это аббревиатура Generative Adversarial Network, что переводится как генеративно-состязательные сети. Собственно, что же делает эта нейронная сеть? Она на вход получает изображение отца и матери, и на выходе пытается сгенерировать, а точнее угадать, то, как будет выглядеть их будущий теоретический ребенок. Как же она это делает? В ее основе лежит энкодер и генератор Style Gun. Энкодер принимает на вход два изображения и находит на них вектор скрытых признаков. Что это такое? Скрытые признаки это, ну, например, расположение губ, расположение глаз, носа, форма черепа, цвет волос и, собственно, сама прическа, задний фон, цвет кожи и много других различных признаков. Это все она кодирует и записывает в виде набора вещественных чисел. Что же делает генератор? Генератор, как ни странно, генерирует фотографии, точнее портреты из этих самых векторов-признаков. Вы спросите, зачем же нам сперва кодировать, а потом генерировать обратно? Да все просто, потому что обыкновенные изображения мы не можем никак видоизменять или как-либо им манипулировать, а с вектором мы уже можем дальше работать. Давайте посмотрим на примере. На этой картинке хорошо проиллюстрирована, собственно, работа генератора и энкодера. На вход мы получаем изображение с лицом человека. Далее энкодер генерирует вектор скрытых признаков, который называется Latent Representation. Что же делает генератор? Как я уже и сказал, он генерирует лица. Но для того, чтобы их как-либо видоизменять, нам нужны векторы скрытых направлений. Это Latent Direction. То есть это уже предобученные вектора, которые мы можем использовать. И изменяя интенсивность, можем как-либо манипулировать лицом. Ну, например, как показано на экране, мы можем изменять положение лица по горизонтали. Помимо этого вектора скрытых направлений, мы можем использовать вектор скрытых направлений для улыбки, для глаз. То есть открыть их, закрыть, для возраста, для пола и для всего подобного. Вернемся обратно. Итак, но это все, конечно, замечательно. Хотелось бы перейти к практике. Как можно это сделать? Тут на GitHub есть две прекрасные ссылочки на русско-английскую версию Google Collaba. Что это такое, давайте откроем и посмотрим. Вот у нас идет загрузка. Сейчас подождем немного. И все, платформа загрузилась. Если вы такой же, как и я, не любитель светлой темы, то вы можете перейти в настройки сверху справа, нажав на шестеренку. И поменять тему Slide на Dark. Сохраняем. Вот так стало намного лучше. Итак, про интерфейс мы пока говорить не будем. Давайте сразу перейдем к нейронной сети. Нас встречает заголовочный блок. Тут у нас логотип BabyGun. Тут у нас авторы, то есть я. Тут у нас GitHub репозиторий. И авторы генератора и энкодера. Что ж, давайте приступим дальше. Краткая теория. Collab это платформа для блочного программирования. То есть внутри блоков мы можем записывать часть кода, исполнять ее и, собственно, получать какой-либо результат. Самое прекрасное в Google Collab это то, что это платформа от Google, которая предоставляет свои мощности для обучения нейронных сетей. То есть вам не надо нагружать свой компьютер. Берем сюда код и его исполняем. Замечательно. Итак, блоки делятся на два типа. Это код и текст. Для создания мы можем пользоваться этими кнопками. Но нам сейчас создавать ничего не нужно. Все уже создано. Итак, чем же отличаются блоки кода и текста? Текстовые блоки никак не исполняются. Тут мы можем просто выводить информацию. Не более. В блоках с кодом мы можем тоже выводить какую-либо информацию в виде текста. Но в отличие от них мы можем открыть, посмотреть какой там есть код и исполнить его. Давайте спустимся ниже. Нас встречает надпись. Чтобы начать, нажмите на кнопку, куда указывает красная стрелка. После чего дождитесь завершения выполнения блока. Итак, вот они пошли эти блоки. Первый, второй и так далее. В каждом блоке спрятан какой-то код. Для того, чтобы посмотреть его, давайте щелкнем два раза по этому блоку и код откроется. Вот мы открыли код. Видим, что здесь много-много-много разных записей. Если вы в этом разбираетесь, то вы можете как-либо видоизменить его по вашему усмотрению. Но если вы хотите просто протестировать, то лучше это все не трогать. Давайте закроем блок обратно, ткнув два раза по заголовку. Итак, для того, чтобы выполнить блок, как сказано сверху, нам нужно нажать на кнопочку, куда указывает красная стрелка. Это кнопочка Play, давайте ее нажмем. Сразу Google Cloud нас предупреждает о том, что ему этот код не знаком и он может причинить какой-либо вред. Поэтому перед этим проверьте исходный код. Мы уже это сделали, ткнув два раза, посмотрели. Точно так же можно будет делать с каждым блоком, если вы сомневаетесь. Поэтому, ну так как этот код я писал, я его прекрасно знаю, я в этом не сомневаюсь. Нажимаем выполнить. Сейчас у нас происходит подключение, нам выделяют мощности. Дождемся, когда подключение завершится. Инициализация. Подключено. Нам выделили какой-то объем памяти, как дискового пространства, так и оперативной. Итак, блок выполняется, мы видим какие-то записи. Вокруг кнопочки бегает линия, что говорит нам о том, что блок выполняется. Сейчас линия уже не бегает, значит блок уже выполнился. Итак, мы склонировали репозиторий и установили все необходимые компоненты. Переходим к следующему блоку. Нам необходимо сохранить веса предобученной модели. Для того, чтобы протестировать эту нейросеть, нам нужно загрузить веса на наш Google диск. Тут у нас дана ссылка на эти веса, давайте перейдем. Ссылка открывается. Тут мы видим все предобученные веса. Иными словами, когда-то эту нейросеть уже обучили и нам предоставили готовые файлы, с помощью которых мы можем генерировать лица детей. Итак, что нам требуется по инструкции? Ткните правой кнопкой мыши по папке Bobby Gun. Здесь у нас показано, куда ткнуть. Далее нажмите «Добавить ярлык на диск». Вот она эта кнопка. Итак, переходим обратно. Нажимаем правой кнопкой мыши. Так как у нас английская версия, поэтому «Добавить ярлык на диск» у нас «Add shortcut to drive». Для того, чтобы добавить на свой диск, нам надо выбрать свой диск, но он уже был выбран, и добавить «Add shortcut». У меня она уже добавлена, поэтому мне это делать не надо, но вам нужно всего лишь ткнуть «Add shortcut» и все. Далее дождаться, когда все это закончится. Это займет пару секунд и можно закрыть эту вкладку. Итак, возвращаемся обратно и видим третье. Третье. Нам нужно запустить этот блок, исследовать дальнейшие инструкции. Что ж, давайте запустим этот блок. Мы запускаем. Опускаемся ниже. Видим дальнейшую инструкцию. Перейдите по ссылке ниже. Выберите аккаунт, куда сохранили предобученную модель. Нажмите на кнопку «Разрешить». Скопируйте авторизационный код в нижнее поле и нажмите «Enter». Нижнее поле, вот оно у нас. А вот у нас ссылка, куда нам нужно перейти. Переходим. Выбираем свой аккаунт. Я выбираю свой. Именно на него я сохранил все эти веса. Нажимаю кнопку «Разрешить». Тут мы видим код доступа. Копируем этот код. Возвращаемся. Вставляем его. И нажимаем «Enter». Сейчас Google Collab получает доступ к нашему Google Drive для того, чтобы скопировать веса. И вот мы видим, процесс скопирования начался. Он займет буквально пару секунд. Что ж, давайте подождем. Осталось совсем чуть-чуть. Все, веса скопированы. Следующее, что нам нужно сделать. Нам нужно загрузить портрет отца. Как мы видим, здесь уже загружен портрет. Это презентационный портрет. Он никак не повлияет на нашу работу. Нам нужно загрузить свой. Итак, у нас есть два варианта. Либо загрузить его по ссылке, вставив сюда URL к картинке. Либо загрузить его с компьютера. В таком случае нам нужно оставить это поле пустым. Сейчас оно пустое. Нажимаем «Play». Как мы видим, нам предложено выбрать файл. Мы выбираем из тех, которые я уже предзаготовил. Выбираем фотографию Киана Ривзы. Сейчас она загружается и первая нейронка начнет работать буквально через пару секунд. Что она делает? Она находит на изображении лицо человека и обрезает, оставляя только лицо. Сейчас мы посмотрим, как это выглядит. То есть она отсекает все лишнее. И вот изображение содержит только лицо. Точно так же дальше загружаем портрет матери. Нажимаем «Play». Выбрать файл. Фотография Шерли Сторон. Она загружается чуть подольше, потому что изображение побольше. Как ни странно. Точно так же включается нейронка по распознаванию, где находится лицо. И сейчас изображение обрежется. Все. У нас есть только лица отца и матери. Идем дальше. Следующий блок – это получение вектора скрытых признаков. Это как раз то, о чем я рассказывал. То, что делает энкодер. Так как этот процесс занимает около трех минут, мы запустим его прямо сейчас. Как и во всех предыдущих блоках, у нас идут некоторые записи внизу. Это говорит о том, что нейросеть начала свою работу. И прямо сейчас получается вектор скрытых признаков. Итак, записи становится все больше и больше. Давайте посмотрим, как там происходит все ниже. Уже почти все завершилось. Еще чуть-чуть. Еще капельку. Еще прям совсем-совсем немножко. И этот блок выполнится. Все. Генерация векторов завершена. Далее самое интересное. Что же, давайте приступим. Итак, следующий блок, который нас встречает – это генерация лица ребенка. Тут у нас уже появляются некоторые слайдеры, некоторые выпадающие списки, некоторые чекбоксы. Давайте разберемся с каждым поподробнее. Первый – ген инфлюенс, то есть влияние генов. Чем ближе этот бегунок к нулю, тем больше влияние генов отца оказывает на лицо ребенка. Чем ближе этот бегунок к единице, тем больше влияние оказывают материнские гены. Следующий пункт – это у нас стилизация фотографии. То есть есть некоторые черты, которые характеризуют фотографию отца и матери. Например, освещение или задний фон. Именно здесь мы можем выбрать, чье влияние. Можем выбрать вариант по дефолту, который покажет усредненное значение. Следующий пункт у нас – ориентировочный возраст ребенка. По стандарту здесь установлен 10, но, как мы можем заметить, варьировать мы можем от 10 до 50 лет. Следующий пункт – это загрузка изображения. То есть установив сюда галку, после того, как мы сгенерируем, нам будет предложено скачать себе на компьютер. Ну и, собственно, разрешение изображения конечного будет 256 на 256 или максимальное 1024 на 1024. Оставим все как есть и попробуем запустить этот блок. Блок запущен, исполняется, все, лицо сгенерировано. Отлично. Давайте попробуем изменить что-нибудь, например, влияние генов. Перенесем этот пункт на, например, на 20. Как мы видим, здесь уже нажимать старт не нужно, потому что для этого блока был прописан алгоритм, чтобы все автоматически запускалось. Все, ребенок получился, черты лица больше напоминают отца. Давайте попробуем переместить бегунок в сторону большего влияния от матери. У нас получилась дочка, которая имеет характерные черты лица, примерно похожие, как у Шарли Стерон. Какие у нас тут еще бегунки есть? Давайте попробуем изменить возраст ребенка. Изменим с 11 до, например, 30. Посмотрим повзрослевшего ребенка. Итак, наша дочка уже повзрослела. Все замечательно, все прекрасно. Давайте перейдем к следующему пункту. Следующий пункт это у нас генерация анимации плавного изменения пола ребенка. То есть здесь мы можем установить возраст примерно какой-нибудь, давайте поставим 10. Выбрать разрешение анимации. Все оставим как есть. Количество кадров, которое рекомендую ставить на максимум. Чем больше количество кадров, тем плавнее будет переход от одного лица к другому. Что же, давайте посмотрим, как будет выглядеть 10-летний ребенок. Запустим этот блок. Здесь у нас не генерация изображения, поэтому при изменении автоматически меняться ничего не будет. Посмотрим, что происходит снизу. У нас моргает белая полоска и иногда проглядываются надписи о том, что генерируются фотографии. Итак, у нас появилась анимация плавного изменения пола сынка и дочери. По-моему, выглядит замечательно. Давайте приступим к выполнению следующего блока. Следующий блок у нас генерирует анимацию плавного изменения возраста ребенка. То есть здесь мы устанавливаем какое-то значение влияния генов. Например, сейчас у нас стоит наибольшее влияние от генов отца. Давайте поставим еще посильнее. Ну, например, как и в прошлый раз 20. И точно такие же параметры. Что же, запустим этот блок. Тут у нас логика такая же. Генерируются отдельно кадры. Каждый из этих 50 мы ожидаем окончания. Осталось совсем чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. И вуаля! Наш сын плавно молодеет и плавно взрослеет. Замечательно. Итак, у нас есть дополнительные возможности. Давайте посмотрим, что они из себя представляют. Нажмите, чтобы открыть раздел. Мы нажимаем, и у нас появляются дополнительные блоки. Изменяем параметры лица ребенка. Тут нам уже знакомое влияние генов. Уже знакомая стилизация фотографии. И появились новые слайдеры. Это интенсивность опций. Как я и рассказывал, есть вектор скрытых направлений. Это то, что характеризует изменчивость. То есть модификацию лица. Давайте посмотрим, какие у нас из них имеются. Это изменение горизонтального положения лица, вертикального. Изменение открытых-закрытых глаз. Изменение пола ребенка. Добавление улыбки. Либо изменение возраста. Сейчас у нас по стандарту уже стоят какие-то настройки. Давайте посмотрим, каким будет ребенок при таких настройках. Мы можем сразу посмотреть, что у нас изменено горизонтальное положение лица. Немного призакрыты глаза. Выкручена улыбка на максимум. И юный возраст. Как это выглядит? Вот мы можем заметить, у нас действительно голова повернута по горизонтали. У нас действительно добавлена улыбка. Немного прищурены глаза. И, собственно, да, возраст ребенка маленький. Попробуем что-нибудь изменить. Например, горизонтальное положение изменим в другую сторону. Так как у нас здесь генерируется изображение, поэтому блок исполняется автоматически. Все. Положение лица немного изменилось. Давайте уберем эту ухмылку. Нужно быть немного серьезным. Все. Ребенок получился серьезным. Итак, перейдем к следующему блоку. Опять генерация анимации плавного изменения. Если в прошлый раз у нас генерировался плавное изменение возраста, то здесь мы можем изменить эту опцию. Например, поставить горизонтальное положение или улыбку или гендер. Все, что вам заблагорассудится. Давайте поставим изменение улыбки. Влияние генов больше от матери. Ну и запустим генерацию. Точно так же происходит покадровая генерация изображений. Как вы видите, галочку на автоматическое скачивание я не поставил, поэтому в конце, как и прежде, нам будет показан просто видеофайл и предложение скачать не будет. Все, у нас загрузилась плавная анимация добавления улыбки на лицо дочери. Выглядит замечательно. Что же делать, если вы хотели скачать себе этот видеофайл, но забыли нажать на чекбокс? Во-первых, вы можете нажать на чекбокс и заново запустить блок, либо ткнуть правой кнопкой мыши и выбрать сохранить видео как. Точно так же можно проделывать и с фотографиями, но там будет сохранить изображение как. Отлично, с этим разобрались и идем к следующему блоку. Следующий блок у нас последний. И здесь точно такая же плавная анимация изменения лица, но уже по трем параметрам. Какие параметры сейчас выставлены, давайте посмотрим. Это угол по горизонтали, это возраст и это улыбка. Все эти параметры мы можем поменять по своему усмотрению. Но давайте все оставим как есть и запустим этот блок. Посмотрим, как будет выглядеть ребенок, который плавно изменяет положение лица по горизонтали, меняется возраст и добавляется улыбка. Итак, действительно добавляется улыбка, действительно меняется возраст и немного изменяется положение лица. Итак, мы разобрались, как пользоваться Google Коллабом. Давайте теперь немного посмотрим, какие могут возникнуть трудности при тестировании данной нейронной сети. Итак, первая ошибка, которая может вылезти, она находится в блоке сохранения весов. Здесь может случиться так, что вы забыли сохранить веса к себе на Google Диск, но в этом случае этот блок предупредит вас об этом и вы сможете все это проделать заново. Как вы видите, здесь есть предупреждающий текст насчет того, что если вы эти веса уже сохранили, а я это уже сделал, то это можно заново не делать, а просто сразу исполнить этот блок, дать доступ и позволить скачать все эти веса Google Коллабу. Следующая ошибка, которая может возникнуть при загрузке портретов. Если при запуске этого блока сразу же вылетает ошибка, такое иногда случается, это маленькая проблема Google Коллаба. В таком случае, чтобы ее исправить, нужно всего лишь заново запустить этот блок, и все будет выполнено нормально. Итак, мы разобрали все основные ошибки. В следующих роликах мы рассмотрим и другие не менее интересные нейронные сети. Помимо этого, вы можете подписаться на мой телеграм-канал MLArt, где я рассказываю о нейронных сетях и машинном обучении в изобразительном искусстве. Это пилотный выпуск, если он вам понравится, я продолжу на этом канале рассказывать и далее о нейронных сетях. Мы будем не только рассматривать теорию, но и пробовать все это на практике, поэтому оставайтесь с нами, дальше будет только интересней.